Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня будет обзор натуральной косметики. Да, для меня это не очень характерно, потому что я не сильно пользуюсь натуральной косметикой, не так много у меня ее, поэтому заваривайте чаек, садитесь, и если интересно, оставайтесь со мной. Премия Life Organic Awards 2016 год прислала мне такую вот посылочку в пакетике, который не доехал, к сожалению, в полном виде, хотя очень люблю такие вот бумажные пакетики, которые супер-супер натуральные. Что же у нас было в этой посылочке? Во-первых, хочу рассказать про такие мюсли. Были мюсли, они очень-очень вкусные, они супер натуральные, там нет вообще ничего химозного абсолютно, и очень много сухих фруктов, то есть вот ежевика, черника, земляника, ну только овсяные хлопья. То есть вот эти все ягодки, очень большая ежевика засушенная там была. У меня еще немножко осталось, на самом деле их можно и с молоком, и с кефиром, и с йогуртом, и, ну, без всего есть. Ни с молоком, ни с кефиром, ни с йогуртом они мне не понравились, мне понравились просто вот их как закуску такую, вот фильм смотришь и хрустишь ими. На самом деле очень вкусные, честно говоря, даже не знаю, где такие продаются, не видела, но очень-очень мне понравились, такие прямо они сладенькие, и не как обычно какие-то отруби или какие-то мюсли сухие, они именно вот сладенькие такие, за счет ягодок вот этих, потому что ягодки, они очень сладенькие, вкусненькие. Дальше, дальше дополнительно к посылочке была еще посылочка доктора Хаушка. Наслышана про эту натуральную косметику, но так вот и не пользовалась ею, и теперь вот пришло время попользоваться. На самом деле, честно говоря, я не знаю, сразу хочу сказать какую-то такую вот историю, не очень хорошую, потому что я начала всей вот этой натуральной косметикой пользоваться, причем не подряд, а параллельно. Некоторые продукты одновременно использовала, поэтому я не знаю, чего у меня высыпала, ну, то ли аллергия, то ли какая-то реакция, то есть у меня вот здесь такие вот прыщички пошли, и вот здесь. Скорее всего, я так подозреваю, это вот розовая вода. Я неоднократно попадалась на то, что именно розовая вода, которая должна наоборот делать супер уход, супер увлажнение, супер компонентами питать, у меня она действует совершенно наоборот, поэтому я думаю, что это вот это. Но я попозже об этом расскажу. Доктор Хаушка. Значит, у меня было очищающий крем для лица, тоник для лица и увлажняющее молочко. Все в очень красивых бутылочках стеклянных. Самоочищающий крем в такой вот тубе, она железная, за счет чего очень удобно сворачивать, то есть она не пластиковая, из нее легче все выдавить. То есть она как такой вот аптечный тюбик. И очищающий крем для лица, он на самом деле очень интересный. Он вот такого вот коричневого цвета с небольшими вкраплениями. Но сразу хочу сказать, что вся натуральная косметика, она пахнет специфически. Некоторые вообще не пахнут, например, вот этот кремчик от Олеси Мустаевой, он вообще не пахнет. Но вот это прямо пахнет, ну вот чем-то натуральным. То есть это не какая-то химическая отдушка, и он как вот прямо как скраб. Он очень хорошо очищает, но я люблю очищение в ванне вместе и с глазами лицо смывать. Здесь, конечно, лучше до глаз не дотрагиваться, потому что в принципе такая, ну немножко со скрабирующими частичками можно повредить кожу глаз. Но очень понравился мне, хорошо так очищает. И потом после него такая приятная увлажненная пленка на лице. То есть вы пленку саму не чувствуете, только потом вот при следующем смывании, вот когда досмываете этот очищающий крем, вы ощущаете уже под конец какую-то вот долю увлажнения, какая-то пленочка есть. То есть мне очень понравился, очень достойный. Дальше тоник и увлажняющее молочко. Тоник был вот в такой вот, вот он и есть в такой вот баночке. Это увлажняющее молочко. Очень-очень оно жидкое, и меня подкупила просто крылечка, которая вот тут вот так ее нужно повернуть, чтобы выдавить. То есть это настолько продумано, и чтобы не вылился продукт лишний раз, его нужно туда-сюда закрывать, открывать. Тоник мне очень понравился, очень хорошо очищает, и вот в совокупности с этим прямо такое бомбическое увлажнение и питание. И молочко само тоже очень понравилось. Единственное, непривычная для меня текстура, потому что я не привыкла такие жидкие текстуры наносить на лицо в качестве крема. Я привыкла именно к крему, который густоватенький такой. А это прямо такая жиденькая, но вот наподобие у клиник есть, да, но клиник, конечно, это совсем не натуральная марка, то есть доктор Хаушко, она впереди клиник по натуральности в тысячу шагов. Вот, поэтому, да, понравился. Очень хорошо он увлажняет, и даже некоторые вот такие, знаете, морщинки бывают, появляются именно от того, что не хватает кожеувлажнения, не хватает влаги, и она просто сама по себе скукоживается из-за сухости. И вот это молочко, оно очень хорошо вот эту сухость убирает. Дальше две такие бомбезные штуки с имбирем от Мико, масло для лица имбирь и скраб для тела имбирь. Скраб для тела, сначала я подумала, что, ну, наверное, ничего, ну, пахнет, конечно, имбирем, наверное, ничего такого, ну, суперскрабирующего нет, потому что, когда набираешь его, ну, да, скрабиночки, да, вроде как твердо что-то, вот, ну, частички эти твердые, но когда их набираешь в массе и начинаешь втирать в тело, это просто они настолько жесткие, они очень жесткие, то есть ими очень больно делать. Это самый болючий скраб вообще на свете, но он зато продирает просто с первого вот прокручивания рукой по, например, ягодице я делала, как антицеллюлитный массаж, и просто кожа красная сразу такая, разгоряченная, и вот уже чуть-чуть подольше потрешь, уже больно, думаешь, не-не-не, хотя скраб еще на руке, в принципе, есть, и на моем массажере, но дальше я уже просто не могла, я все-все-все, хватит, хватит все, я не могу, очень болезненный, но очень хорошо продирает. В принципе, такими скрабами и нужно делать антицеллюлитный массаж, потому что они действительно помогают именно за счет своей вот такой вот жесткости. Хотя, с другой стороны, тоже нужно быть аккуратным, потому что там все лимфоузлы, венки и так далее, но в меру, все в меру. И дальше интересное, очень масло для лица такое, вообще продукт никогда не пробовала. Его нужно наносить, оно такое вот густое, даже не знаю, как показать, потому что оно прозрачное. Оно очень теплое, если так можно выразиться, то есть вы наносите и тепло руки растираете, когда оно вот прямо, ну не то, что нагревается, но чувствуется какое-то как будто бы тепло. За счет своей вот такой вот масляной текстуры, тут подсолнечное масло, персиковое, лаурат сахарозы, стеарат сахарозы, таману масло, эфирное масло грейпфрута, имбиря, лимона, мирта, тут половина стерлась у меня, экстракты шалфея, дальше вот все стерлась, лимона, календулы, розмарина, вишни, если не ошибаюсь, хмеля, эхинацея, маклеи, по-моему, да, потому что тут почему-то у меня все подстерлось, я поляпала и все подстерлось, даже наклейка, этикетка даже натуральная. Вот, и очень такое тепло, то есть его наносить нужно где-то на минутку, его наносишь на лицо, получается, грубо говоря, как маска, наносишь, оно все вот полезные свойства туда вбухивает тебе в лицо, и потом ты его смываешь. Смывать его тоже довольно проблематично, лучше взять вот такой вот какой-то очищающий, потому что оно немножко, ну так, прилипает, грубо говоря, к лицу, но очень мне понравились вот эти оба продукта, потому что вот этот убойный вообще скраб, вот, очень такой сильный, прям никогда не чувствовала, не пробовала такие сильные скрабы. И вот это масло для лица, сначала я побоялась, думаю, имбирь, наверное, что-то такое, ну, защипит, может, нет, ничего не защипала, все нормально, прямо как лицо под такой теплой подушкой побыло, и оно потом такое, ну, то, что никак не распарено, такое прямо вот оживленное, с румянцем, понравились такие вот маленькие, но вот этой штуке надолго хватит, потому что совсем немножко нужно. Дальше такой вот лосьон для тела, энергия граната от Санте. В самом деле, неплохое увлажнение, но не стопроцентное, видимо, может быть, это что-то с натуральным связано, поэтому как-то такого вот сильного питания нет. Но и по запаху он довольно интересный, тут как бы гранат, но вот пахнет, знаете, как пахнет? Каким-то фруктовым кексом, а не гранатом. Почему-то фруктовым кексом каким-то. И причем так пахнет, знаете, мы когда в Эстонию в спа-отеле вот ездили, там в столовой пахнет вот так вот, ну, то есть не молочком, а какими-то кексами. И вот этот Санте также пахнет кексами. Очень западно. Но не могу сказать, что супер какое-то увлажнение, питание, балует кожу экстрактами биограната и биопассифлоры, нежное питательное сочетание ценного биомасла камелия и капуасу, обеспечивает дополнительное увлажнение, благодаря чему кожа выглядит соблазнительно шелковистой. Не знаю. Ну, так вот, 50 на 50. Вроде как и увлажнила, вроде как и есть другие средства, которые более сильное увлажнение дают. Дальше давайте поговорим о Мамике. Знакомая я с этой маркой, уже пробовала несколько раз, пробнички мы попадались. Это у нас подтягивающий крем для тела после беременности или диеты. Ни то, ни другое у меня не присутствует в организме, хотя на диету, в принципе, можно бы и сесть. Килограммчик-то лишний 2 скинуть. Почему нет? Что-то мне захотелось. Но я попробовала его. У меня нет вот этих моментов, для которых он предназначен. Не могу его полностью оценить, но вот я не знаю, просто у него такая жирная текстура, я его нанесла на бедра, да, вот на живот, как, в принципе, где похудение обычно хочешь добиться. И он вообще не впитался. То есть он размазался такой вот белой штукой, и он вообще не впитался. То есть он, ну, и было как-то не очень приятно, потому что я его наносила на ночь, я ложилась спать, и он вот, вот, смотрите, он даже тут, вот он размазывается, и остается белой такой вот субстанцией. Я, причем, походила, ну, сейчас я его немножко нанесла, и тогда я его, в принципе, немножко наносила. И он вот очень долго впитывается, пахнет, ну, пахнет специфически как-то, чем-то натуральным. Походила я, посушила себя, скажем так, в нем, до конца он все-таки не впитался, и какого-то суперэффекта я тоже не ощутила, поэтому не знаю. Может быть, вот, девушкам, у которых именно вот на вот эти моменты, которые он заявлен, может быть, он подойдет, у меня как-то, я его немножко не поняла. Дальше давайте вот про болгарскую розовую воду от Олеси Мустаевой. С розовой водой у меня, вот я говорила в начале видео, давно какая-то непонятная недружба, не знаю я. Очень много у меня продуктов бывает, и пробую я, которые именно с розовой водой. Это и какие-то гели, и крема, и так далее. Но ни один у меня нормальный не восприняла кожа. Я не знаю почему, но вот еще и в Болгарии же розы прямо вот, это же мекка розовых вод, и вообще розовая вода, она настолько ценна для красоты женщины, еще идет со времен Клеопатры. Я не знаю, на меня почему-то вот это не действует. У меня вот, я думаю, что это все-таки от нее, потому что я наносила ее на ватный диск и протирала лицо. И очень часто, я как-то вот чаще всего терла вот эту сторону, и у меня как-то вот так вот диск заходил под шею, ну под шею, вот сюда вот, на это место. И вот у меня на вот этих местах, здесь вот как раз-таки выскочили прыщики, причем такие очень болючие. Не знаю, я вот так вот начала анализировать, думаю, что же из этого может так спровоцировать, могло спровоцировать эти прыщики. И поняла, что в принципе наносила, вот чтобы вот здесь еще что-то появилось, только вот эту воду. Не знаю, ну вот к сожалению, но розовая вода, я знаю, что очень хороша, очень многим помогает. И я как-то не ухожу почему-то в это число, очень обидно. Дальше, еловая хвоя, вода от Олеси Мустаевой, 100% чистый продукт, вытяжки из еловой хвои, применение, тоник для кожи, тоник для волос, как компонент масок, увлажнение, помещение. Ну, аромат хвоя я люблю, но я люблю его, когда я нахожусь в лесу. Я не люблю искусственный аромат, да, тут выжимка, тут все натуральное, но все-таки он запечатан в бутылку. Я не люблю вот эти, я люблю естественный в воздухе, когда летает аромат, именно вот в лесу находясь. Но я наносила его на ноги, и это вообще просто бомба, потому что ноги сразу так становятся такие, как будто бы свежие. Ну, вообще, на самом деле, очень многие продукты для ног именно вот с хвойным вот этим экстрактом, с хвойным ароматом, который нейтрализует запах, допустим, пота, у меня такой проблемы нету, но ноги освежить иногда хочется, особенно летом, и вот эта штука прямо вообще супер. То есть я не для волос, не для лица, а я на ноги пшикал. Дальше крем для рук от марки Урте Крам. Крем для рук кокос. В принципе, такой среднестатистический, не могу сказать, что что-то супер, там, сверхъестественное. Он кокосом действительно пахнет не очень сильно, но пахнет в меру, и он не такой жирный, он больше дневной крем, на, допустим, на лето, вот днем очень хорошо, на зиму будет слабоват, и на ночь тоже для меня, по крайней мере, слабоват. Но пахнет он так приятно, хотя я не очень люблю запах кокоса, не в пищевых каких-то моментах, не в косметике, а тут, в принципе, для меня приемлем запах кокоса. Такой легенький кремчик, приятный. Дальше Биосолис. Это спрей-автозагар с маркировкой Биосолис. Я попробовала его на ноги. Такой вот, он не то, что спрей, он, да, выглядит как спрей, но он с таким дозатором, что нужно растирать, то есть он выдает, сейчас я покажу, куда-нибудь на салфеточку, он выдает каплю, то есть его нужно растирать. Я думаю, что вы видите, я не знаю, просто, ну вот. Он выдает каплю, его нужно растирать, именно не просто он как вот, есть спрей, именно как бы спрей, покрываешь ногу автозагаром, а это прямо вот такой вот кремчик, в принципе, просто запечатан в такую вот тубу, как бы с дозатором. В целом, неплохой, и самое главное, что в нем нет вот этого классического, проявляющегося автозагарного запаха, который я терпеть не могу. Какой бы крутой автозагар ни был, он этот запах дает. Спустя час, сразу, через день, когда кожа начинает, она как будто горелая, паленая, какая-то противный запах, вот это, ну все знают запах автозагара, здесь такого запаха я не наблюдала. Впитался он, в принципе, довольно быстро, но я обычно хожу, на всякий случай, ничего не касаясь, какой бы там суперформула ни была, сохнущая мгновенно, ни мгновенно, я в любом случае, с любым автозагаром хожу, вот так вот, как робот, ну часа два, то есть, ну 15 минут я вообще не шевелюсь, потом уже аккуратненько, так часа два, на третий, на четвертый час уже можно спокойно одеваться, и он постепенно проявляется. Проявился, в принципе, хорошо, снялся тоже, держался где-то, ну не знаю, дня четыре, наверное, вот так, потом начал смываться, но у меня кожа еще, ноги-то я как бы часто брею, и все это с ними делаю, еще плюс всякие скрабы, поэтому вся эта тема очень быстро снялась, но так очень достойный, самый большой плюс, что он не пахнет ничем, это просто супер-супер, супер гуд. Дальше, крем для ног смягчающий, заживляющий, хвоя еловая, и облепиха, лаванда и чайное дерево, масло карите и витамины, от Олеси Мустаевы тоже кремчик такой, понравился, я на самом деле, последнее время подсела на крем для ног, у меня у мамы их куча, потому что, ну в принципе, возраст, у нее натоптыш, и она очень много разных кремов пробует, чтобы какой-то из них все-таки помог, несколько она нашла, которые ей помогли, помогают, и я тоже постоянно ей подкидываю всякие кремчики, и сама стала пользоваться, потому что поняла, что в принципе лето, и как-то у меня ноги немножко как-то грубеют стопы, и хочется какого-то увлажнения, и на самом деле приятно после душа на распаренные ноги нанести кремчик, поэтому да, вот этот очень хороший, у него холодящего эффекта нет, что я не люблю, у него просто вот этот еловый вот этот запах есть, и, ну, такое вот хорошее стандартное увлажнение, так что такой миленький натуральный кремчик, дальше крем для тела эластика, тоже от Олеси Мустаевой, профилактика растяжек для будущих мам, активно худеющих, поддерживает эластичность и упругость кожи, сохраняет ее увлажненной, крем без запаха, вообще от душки никакой нету, то есть вообще без запаха, для аллергиков, наверное, будет просто потрясающе, увлажнение как вот для похудения, вот как у нас тут, да, был кремчик такой, да, от мамикэ, для похудения или для будущих мамочек, не знаю, вот как в этих моментах проявляется он, но так вот он, в принципе, впитывается нормально, носится он нормально, скажем так, он держится, потому что есть крема, которые не держатся вообще, которые быстро куда-то улетучиваются, и то ли они впитались, то ли они куда-то исчезли, их кто-то похитил, я не знаю, но да, в принципе, он нормально держится, он хорошо увлажняет, и я люблю после душа тело увлажнять, и на ночь я ложусь, и самый такой хороший показатель крема, если я утром встаю, и у меня тот участок тела, на который я нанесла крем, он увлажнен, значит крем хороший, то этот крем это сделал, но следующее утро был у меня на месте. Дальше, такая вот пузыречек стеклянный, от Левраны, это крем для леса, на самом деле довольно интересный, потому что в таких пузырьках, ну как бы с дозаторами, руки теперь в креме не снять, необычно, не выпускают часто такие, редко с такими дозаторами крема для лица, активные ингредиенты, гидролат, василькалу, вера и лен, гиалуроновая кислота, ши и манго, уникальная ламеллярная структура, наиболее приближена к строению кожи, буквально устраивается в кожные пласты, применение нанести, ну да, нанести я обычно наношу, как крем на руках, или просто распределяю на лице, и потом просто вот разношу уже по лицу, он очень, тут давайте я прочитаю, что, а, ну я в принципе прочитала, да, потому что тут еще подробный состав есть, не буду подробный состав читать, но гидролат василька, с васильком у меня был как-то крем, и василек вот мне подходит, в отличие от розы, который мне очень нравится, он такой и сам по себе, василек очень миленький цветочек, и вот сами его свойства тоже мне очень нравятся, алоэ вера и лен, тоже ничего сверхъестественного, в смысле сверх плохого не может дать, а гиалуроновая кислота, ши и манго, конечно тоже хороший состав, мне понравился, если где-то увидите, вот Леврана, натуральный крем, который не вызвал никаких вообще негативных отзывов в моей коже, очень так нежно, деликатно напитал, увлажнил, такой хороший натуральный кремчик, дальше такая вот расческа, от Claret была, из просто дерева, для всех типов волос, расческа деревянная, с ручкой, дерево натуральное, но я попробовала ей расчесать волосы, хотя я посмотрела, что она в принципе хорошо заточена, тут нету никаких, по большому счету, зазубрин, заусенцев, немножко есть, но не криминально, то есть она не совсем хорошо сделана, но в целом, как бы там можно их пошлифовать, и она совсем отойдет, я попробовала расчесаться, мне как-то не понравилось, одно время я пользовалась такими вот деревянными расческами, из Сибири с любовью, вот раньше такие продавались, может быть и сейчас продаются везде, и все тогда пользовались ими, я ими тоже пользовалась, но они из какого-то, не знаю, из какого дерева сделаны, говорят, не очень дешево, они очень дорогое, такое дешевое дерево, что в принципе может повредить волосы, но вот это тоже расческа, как-то она застряла у меня в волосах, начала драть их, как-то не очень понравилось, еще было вот такое вот мыло, натуральное мыло ручной работы, пихта, от Олеси Мустаевой, тоже я его уже попробовала, оно было в такой натуральной тоже упаковочке, и само мыло вот так вот выглядит, вообще оно пахнет, конечно, пихтой, вообще оно для мытья лица, но я помыла лицо, мне как-то не очень понравилось, вот это ощущение пихты на лице, и запах вот этот для лица как-то, я не знаю, мне как-то боязно стало, поэтому он для рук, но для рук он очень крутой, оно очень крутое, нежное очищение кожи, на значении состав натриевой соли, растительных масел, масло пальма, оливковое, касторовая вода, эфирное масло пихтых, экстракт хвои, вот, такое вот еще мыльце было, и последний продукт, это такой вот, Бионова, тоже от вот этого, они в паре шли, мне очень понравился, батончик у него на учебу, номер 7, инжиры, орехи, кишью, инжир, семена, чиа, финики, имбирь, изюм, гвоздика и кардамон, очень крутой, и тут главное описание, на учебу, для отличных результатов, поможет снять стресс, и улучшить работу мозга, понравился, мне очень вкусно, я люблю все такие натуральные батончики, они очень приятные, и чувствую, что, ой, ну хоть что-то натуральное съел в этой жизни, ну вот и все, это вся посылочка, от премии Life Organic Wars 2016, надеюсь, понравился обзор, такой вот натуральной косметики, напишите, может быть, вы какими-то продуктами пользуетесь, и как они на вас реагируют, вернее, как вы на них реагируете, тоже что-то может быть подходит, а может быть и не подходит, интересно знать, вот, все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, и пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok